С вами Александр Пивень и сегодня мы с вами познакомимся с устройствами для определения цвета. У нас их два таких устройства, некоторые из них только цвета определяют, а некоторые еще и степень освещенности. Для начала мы возьмем устройство для определения цвета, которое называется кобальт. Для того, чтобы начать определять им цвет, его нужно включить с закрытой крышкой. Он так калибруется на белый цвет. Вот сейчас мы включаем. Снимаем крышку и пытаемся определить цвет бумажного листа, который у нас на столе. Для этого прикладываем вплотную камеру устройства к поверхности. И вот он нам вместо белого говорит очень светло-серо-зеленый. Попробуем другой цвет. Красный. Вот. Красный. 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 Оранжевый. Оранжевый. Правильно говорит. Желтый. 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 Синий. Зеленый. Синий. Не знаю, почему он синий и зеленый говорит. Синий. Синий. Светло-синий. Темно-серый. Вот. Ну, темно-серый, это, видимо, он думает, что это черный. Темно-серый. Оливково-зеленый. Это устройство, оно может определять и освещенность, если его включить в полной темноте, оно будет говорить черный, а если его включить на свету, не направив ни на какие предметы, то будет просто издавать звуковые сигналы. Вот, например, так вот включили, ой, я сам нарушил правило, то есть надо было включать его с крышечкой калибровочной. Поставили крышечку, включили. Белый. Белый. Снимаем крышечку. Очень светло-желтый. И он должен сейчас издавать такие звуковые сигналы. Вот он их издает. Это значит, что светло. Если бы было темно, он бы говорил черный. И для сравнения можем попробовать те же самые цвета определить с помощью устройства от другой компании, которое называется «Калорина». Здесь две кнопочки, и это устройство может определять цвета и может определять степень освещенности. Для этого надо нажать одну или другую кнопку. Попробуем те же цвета в той же последовательности определить для сравнения. Бледно-серый. Бледно-серый. Это он так говорит на белый. Ярко-красный. Вот не просто красный говорит, а ярко-красный. Ярко-оранжевый. Ярко-оранжевый. Светло-желтый. Светло-желтый. Зеленый. Зеленый. Вот здесь у них мнения совпали. Ярко-синий. Ярко-синий. Темно-коричневый. Ну вот темно-коричневый. Не знаю какой, может это черный. Вот. Таким образом это устройство определяет цвета. Надо бы сказать, что фантазии у этих устройств значительно такие разнообразные. И поэтому если взять, может быть, ткань какую-то, вот определить цвет. Темно-коричневый. Темно-красный. Темно-красно-коричневый. Разные места. И вот удивительная вещь, он говорит темно-красно-коричневый. Черный. Похоже. Темно-красный. Похоже на вариант серо-буро-малиновым. Темно-красный. Ну вот. Понятное дело, что восприятие у этих приборов своеобразное. И, конечно, надо привыкнуть к тому, как он классифицирует цвета. Но для того, чтобы пересортировать, например, вещи для стирки, эти устройства вполне годятся. Вот как калорийно определяет степень освещенности. Если его закрыть, например, я вот специально камерой его спрятал в ткань, и он выдает вот такой сигнал. Это значит, что темно и никакого света он не видит. А вот если нажать, и вот так в сторону окна, у него повышается тон, а в другую сторону понижается. То есть можно не только понять, что светло или темно, а даже сориентироваться по степени освещения. Если это будет какой-то источник света, лампочка, то можно даже навести на лампочку и определить, в каком направлении она находится. Чем выше тон, тем ярче свет получается. Этими устройствами можно определять свечение светодиодов. Но, к сожалению, вот камера у устройства, она достаточно большая отверстие. Не всегда удается поднести ее к светодиоду, так, чтобы это было хорошо видно и понятно. Ну, давайте попробуем. Я вот специально взял устройство, у которого есть светодиоды. Подключаю его к питанию и попробуем. Вот два светодиода, вот они сверху здесь находятся. Вот высокий тон. Это значит, светодиод горит. Вот, когда он не горит, давайте выключим это. Я вот навожу. И тон все время низкий, то есть светодиод не горит. Пробуем еще раз. Вот светится светодиод. И еще одно устройство, которое мне хотелось продемонстрировать. Это устройство от российской компании. Сонар называется компания. Оно предназначено для определения именно степени освещенности, а также для определения свечения светодиода, то есть горит или не горит. Здесь немножко другая конструкция. Здесь специально такая гильзочка сделана, в которой спрятан фотоприемник. Эта гильзочка имеет небольшое входное такое отверстие, которое надо совместить со светодиодом. И имеет два степени, две степени как бы чувствительности к освещению. Вот сейчас я ее включаю. Вот. И на светящийся светодиод она должна отреагировать вот таким чирикающим звуком. То есть если светодиод не горит, вот я к другому прислонил, который не горит, тишина. Перемещаем на тот, который горит, и она начинает вот такие чирикающие звуки. Вот выключаем. Вот. Вот. Погас светодиод. Включаем. Загорелся. То есть иногда это бывает очень удобно. А кнопочка, которая здесь на этом устройстве есть, если ее нажать и подержать, то она будет реагировать на свет. То есть вот если мы закроем, она меньше чирикает. А если откроем и направим в сторону окна, например, то у нее чувствительность получается больше. И таким образом можно определить и направление на источник света, и по степени звуковых этих сигналов определить, с какой силой этот свет до нас доходит. Вот, собственно, все, что я сегодня хотел вам показать и рассказать. До новых встреч, до новых подкастов.